всем привет вы на канале мы из эстонии сегодня я хочу снять очередное видео про то как правильно проехать по нашему городу городе нарвы как найти таможню что такое транссервис и что такое отстойник многие наши приезжие сталкивается с такой ситуацией что навигатор их приводит таможни здесь стоит стоп-знак и они пытаются проехать на границе но отсюда проезжать нельзя и они стоят и не знают что им делать первым делом вам надо ехать обратно можно так сказать развернуться первым делом вам нужно развернуться делаем разворот не едем в обратном направлении сегодня я покажу маршрут в транссервис самый короткий путь будем говорить так уступаем дорогу выезжаем на кольцо это самый простой путь в транссервис здесь запутаться тяжело потому что здесь надо ехать всегда прямо 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 немножко расскажу о транссервисе но вообще зоне ожидания что такое зона ожидания зона ожидания это полный развод это просто сбор денег вот захотелось кому-то просто поиметь денег мы они решили а не сделать ли нам платный проезд через границу и горитачок не сделать давайте сделаем и вот они сделали эту площадку зону ожидания которые вы должны заехать по-любому то есть вы например если едете сдалека и вы знаете что надо регистрировать заранее бронировать очередь вы бронируете но вам все равно нужно будет заехать на эту стоянку чтобы получить талон без талона на границу вас не пустят талон у меня остались талон выглядит таким образом таким образом выглядит талон вот с этим талоном вы уже едете на границу на пропускной пункт без этого талона на пропускном пункте вас развернут и вы поедете обратно искать эту стоянку лучше всего это сделать сразу вот как вы в город въезжаете после статуила будет сразу же поворот направо и буквально там 300 метров проехать и будет зона ожидания если вас навигатор по какой-то причине привел сразу же на петровскую площадь едите так как я вам показываю свернем в этом месте и и проедем еще метров 200 вот уже видно транссервис выезд и транссервиса нам нужен въезд въезд чуть-чуть подальше отсюда поворачиваем направо вот он въезд в транссервис зона ожидания площадка ожидания открывается шлагбаум заезжаем сейчас я развернусь и покажу это вот будка или домик номер один вам надо будет остановиться вы как заехали да вам надо будет остановиться около этого домика взять свои свои документы там паспорт техпаспорт на машину доверенность если есть и подойти вот в дяденьке в окошечко и просунуть туда ему документы он вам скажет сколько это будет стоить но это стоит 5 евро это я точно знаю если с эсэмэской 5 евро с копейками если без эсэмэски 450 вот вы значит подошли к нему зарегистрировали в живую очередь или забронировали там как на какой-то день там ну это ваши уже дела то есть вы все встали он вам даст талончик там где будет написано номер вашей машины вот вы с этим талончиком поедете будкой в домик номер 2 сейчас я покажу где этот находится будка номер 2 вот здесь можно видеть стоят машины в очереди это вот все машины хотят проехать в россию если вы подъехали и встали в живую очередь вы поедете после всех этих машин они проедут перед вами вы будете за ними если же вы заранее бронировали очередь на какое-то определенное время то вам повезло вы грубо говоря подъедете в тот в час на который у вас был забронирован проезд и вы просто подойдете к окошечку и возьмете талон и не надо будет он стоять вот в этой большой очереди даже не знаю что сегодня случилось коллапс такой то значит в первом окошечке вы регистрируетесь все зарегистрировали заплатили денежку подъехали сюда на площадку стоит табло на табло ждете когда появится ваш регистрационный номер вот загорелся ваш номер например допустим ваш номер 826 мфд вы увидите он горит вы вышли из машины подходите к будке номер два просовываете дяденьки туда свой паспорт тех паспорт не надо просто паспорт показываете он находит ваш автомобиль у себя в базе данных и дает вам уже талон в котором вам надо ехать именно на пропускной пункт талон выглядит показываю еще раз талон выглядит вот так на нем написан номер вашего автомобиля номер и очереди время бронирование и время которое вы должны прибыть на границу вам повезло вы получили талон вам теперь надо ехать обратно на границу теперь как бы выехать бы отсюда вообще пипец что-то не такой коллапс такой вы получили талон садитесь машину и едете обратно теперь сейчас покажу дорогу обратно бедные люди как долго я такого давно уже не видел ну вот вы выезжаете из транссервиса упираетесь в магазин эти тут а bc то есть официальная марш официальная карта показывает что вам не надо ехать направо но вы на нее не смотрите поворачиваем налево и едем вот по этой самой дороге сильно не разгоняйте здесь дорога не очень хорошая едем потом поворачиваем направо эта дорога короче вам не надо ехать через диадук там путаться особенно в темное время суток я бы советовал ездить отсюда потому что там сложнее как бы выехать а здесь просто теперь поворачиваем налево пропускаем машины и едем прямо и прямо-прямо никуда не сворачиваем до 5 до кольца то есть на всех перекрестках едете прямо а а Продолжение следует... Да, еще раз повторюсь, пока стоим, но уже, правда, на талоне написано время прибытия на границу. Оно обведено черным, черным обведено время прибытия. Старайтесь попасть в это время уже на пропускной пункт. Но опоздать там минут на 10-15 можно, если по причине очереди на Мальме. Сейчас вот мы подъедем и посмотрим. Но если вы опоздаете на полчаса, где-то процентов 90 то, что вас не пустят. То есть, чтобы доехать от транссервиса до границы, дается 20 минут. Ну вот, мы подъехали, почти уже приехали на Петровскую площадь. Здесь у нас кольцо, аккуратно пропускаем пешеходов и уступаем те, кто едет по кольцу. Здесь поворачиваем направо. То есть, на Петровскую заезжать не надо, поворачиваем направо. Едем прямо. На первом повороте поворачиваем налево и выезжаем на улицу Мальме. Здесь уже ничего сложного нету, едем, просто едем, едем. Поворотик небольшой. И вот она, наша финишная прямая. Здесь есть стоп-знак, обязательно остановитесь на этом стоп-знаке. Вот, на этом стоп-знаке. И когда загорится зеленый разрешающий свет светофора, вы тогда заедете на таможне. Вот так вот, все просто. Сейчас мы пойдем посмотрим карту, которую повесили на заборе, на воротах. Посмотрим, понятно там или нет. Карта есть на воротах пропускного пункта. Сейчас мы подойдем и посмотрим, что нарисовано на этой карте. Вот если смотреть отсюда, с самого въезда в город, сворачиваем направо, приезжаем прямо 300 метров, попадаем в транссервис. С транссервиса выезжаем, как я вам и говорил, поворачиваем не направо, а налево. Выезжаем по этой улице, едем по дороге, сворачиваем направо, налево. И выезжаем к границе. Выезжаем к границе вот через эту дорогу. Через Петровскую не заезжаем. Через Петровскую вас не пустят. Можно еще проехать вот отсюда. То есть на светофоре перед кольцом сворачиваете направо. И можно проехать еще отсюда. В принципе, карта понятная. Единственное, что здесь не написано, что адрес могли бы написать, чтобы люди просто в навигатор бы забивали и все. Вот такие вот дела. Вот ситуация, когда человек подъехал с бронью, но без талончика. Он сразу минует транссервис. Проехал сюда, на Мальме. Но таможенники его не пустили. Ему теперь надо будет обратно ехать в транссервис. И получать талончик. В виде бумажки с номером. Без этой бумажки вас не пустят. Без этой бумажки.